Как воры в законе и чиновники правили Арменией, и к чему это привело, начавшееся наведение порядка в Армении новым премьером Николом Пашиняным вскрыло глубину переплетений властей и законников. Клановость, кумовство и коррупция с опорой на криминалитет вот с чем пришлось ему столкнуться в первые месяцы своего правления и от победы над чем будет зависеть лично его судьба, и судьба всей страны. Недавно в Испании прошла масштабная спецоперация против армянской мафии. На сегодняшний день известно об аресте 129 человек, связанных с ворами в законе братьями Шушенашвили, известными как Каха и Лаша Руставские, и какого-то законника родом из Армении. Преступные группировки инкриминируют перевозку наркотиков, торговлю оружием, контрабанду табака, отмывание денег, коррупцию на спортивных ставках и другие преступления, совершенные ею по всей Европе. Ранее подобная информация, поступающая из таких средиземноморских стран, как Испания, Франция и Греция, касалась исключительно грузинской мафии. И вот мы узнаем о наличии очередной этнобанды. Но несмотря на заявление, что будто бы расследование в отношении этой самой армянской мафии началось еще в 2016 году, после убийства двух граждан Грузии, связанных с воровским кланом Шушенашвили. Это сразу же увязали с происходящим сейчас, и в самой Армении, где после победы бархатной революции регулярно проходит задержание воров в законе, криминальных авторитетов и связанных с ними чиновников. Сначала могло показаться, что все эти демонстративные аресты представителей криминального мира, к чиновникам претензий и другие, являются лишь популистскими мерами пришедшего к власти в качестве премьера. Это теперь высший пост в стране после того, как Армения перешла к парламентской форме правления Никола Пашинина. Однако, по всей видимости, законники стали лишь началом того клубка, начав распутывать, который можно в дальнейшем нанести удар по всем проблемным местам постсоветского государства не только криминалитету, но и коррупции и олигархату. Теперь уже становится понятно, куда именно ведет распутывание этого клубка и кто, по мнению новых властей, ответственен за сложившуюся в стране ситуацию. Ненасильственная смена власти в Армении в ходе бархатной революции произошла в апреле 2018 года. Причинами ее начала стало выдвижение экс-президента Армении Сержа Сарксяна на пост премьер-министра, после того как он, будучи на посту президента, в 2015 году провел в стране конституционный референдум, по результатам которого смог передать власть премьер-министру в апреле 2018 года. Выступая с этой инициативой, Серж Сарксян сказал, что не будет выдвигаться ни в президенты, ни в премьер-министры, чтобы никто не сомневался, что он эти реформы делает ради демократии и свободы. В результате массовых протестов Серж Сарксян и правительство ушли в отставку. Премьер-министром стал оппозиционный лидер Никол Пашинин. Массовые задержания законников начались в середине мая этого года после того, как во главе Службы национальной безопасности СНБ появился новый человек-ставленник Пашинина Артур Ванецин. Сначала сообщалось о проведении с ними профилактических бесед. Затем появилась информация, что была предотвращена сходка, которая должна была состояться в одном из ереванских отелей. К тому же правоохранительные органы вынудили покинуть страну внука преступного патриарха Аслана Усоина, Дед Хасан, Ираклия. Позже силовики нагрянули уже и в непосредственные жилища главных воров в законе Армении. Самвела Арутюняна, Самвелик, Жирай Рабрутина, Жир Ашиумянский, Нарай Рапилаяна, Конча, Сурена Аветисяна, Сурик Лениноканский, Артем Агазарина, Артемик Лениноканский, Армена Манукина, Сева, Геворг Амеликяна, Геворик Ашаканский, А также уже задерживаемого недавно Самвела Арутюняна, Манетит Хасамо, Рафаэла Хаицана, Афасына другого вора в законе Рафика Хаицана, Хой и многих других. В ходе обысков у них были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики. В связи с чем некоторые представители криминального мира подверглись административному задержанию. Впоследствии законникам Андранику Арутюняну, Анда Хромой, и Александру Макаряну, Алла, инкриминировали хранение наркотических веществ, наведывались силовики и в офис криминального авторитета Артема Арутюняна, Артем Каневского брата известного законника Армена Арутюняна, умершего в 2010 году. Сам Артем вором в законе не является, но, несмотря на это, имеет определенный вес в Армении, и за ее пределами. Отметим, что такие меры новых властей являются действительно беспрецедентными. Ранее ворам в этой стране жилось довольно-таки вольготно. Недаром именно Армения единственная из всех бывших республик СССР была выбрана в 2015 году для проведения глобальной сходки под председательством Шакра Молодого. Другое дело, что эта небогатая страна не привлекает законников извне, зато местные могли легко находить общий язык с прежними властями. Чего стоит лишь тот факт, что недавно несколько депутатов парламента Армении попросили под личные поручительства освободить из-под стражи местного криминального авторитета Алика Бандурина, также известного как Алик Наратуский. Он проходит одним из фигурантов дела о двойном убийстве в салоне Красоты в Ереване в ноябре 2016 года. Сначала авторитету было предъявлено обвинение лишь в подстрекательстве к убийству, но позднее следствие утяжелило статью, обвинив его в нанесении тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц. При этом Бандуриан вместе со своим братом Ары был известен задолго до перестрелки в салоне Красоты. В частности, в 2003 году сообщалось, что братья, стреляя из автомата и охотничьего ружья, ранили двоих человек, еще одного убили. Затем имя Алика Бандурина упоминалось в связи с законником Армином Арутюняном, Армен Каневской, чим приближенным и был Бандуриан. В 2012 году Бандуриан вместе со своим братом был объявлен в розыск правоохранительными органами Франции по обвинению в похищении человека в составе преступной группы. Определенно, борьбой сугубо с криминалом изменения в стране ограничиться не могли, поэтому от законников правоохранители быстро перешли к политикам и людям на нее влияющим. Так, в один день, 16 июня, в городе Ичмиадзин сотрудниками СНБ были задержаны депутат Национального собрания Армении, генерал Манвел Григорина, криминальный авторитет Артура Сатрин, известный как Дон Пипа. Произошло это сразу после того, как вернувшийся из Италии авторитет начал организовывать митинги против действующего мэра Города Карена Григоряна сына задержанного депутата, являющегося теневым руководителем всего регионно-митинги проводились с символикой бархатной революции, а такие политические игрища районного масштаба, видимо, не очень нравятся Пашиняну. По крайней мере, на своей странице в Facebook он написал о недопустимости того, чтобы криминальные элементы оскверняли символы революции любви и согласия использовали имя революции в мафиозных войнах и добавил, что такие задержания являются примером бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Несмотря на то, что и Григорен, и Асатрин были задержаны по обвинению в приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов, признаков коррупции и незаконного обогащения было более чем достаточно. Обнаруженные в доме и на многочисленных дачах у героя Карабахской войны и главы Союза добровольцев Григоряна повергла граждан страны в шок. Помимо большого арсенала оружия от пистолетов до взрывчатки и гранатометов, нескольких сотен тысяч долларов, коллекции из более 30 автомобилей разных марок и частного зоопарка с тиграми и медведями, в доме генерала Манвела обнаружилась предназначавшаяся для солдат на передовой провизия. Причем даже та, которую во время очередного обострения конфликта в Карабахе в 2016 году собирали в том числе и школы. Консервы, одежда, лекарства так, и лежали в мешках вместе с письмами детей солдатам Дон Пипа. Помимо незаконного владения оружия также подозревается в похищении людей. Он уже давно известен не только местным правоохранителям, которым до него не было дела, пока он жил за границей. В 2008 году власти Италии задерживали Асатрина вместе с четырьмя гражданами Армении по делу об убийстве сторонника Армена Арутюняна, Армен Каневской, который, как известно, был ставленником Усойна в Краснодарском крае России. А в 2013 году его объявили в международный розыск уже в связи с убийством деда Хасана. Кстати, основной бизнес Асатрина находится в России. Его главный актив компания Данвиста, владеющая крупной сетью киосков в Москве. Кроме того, во владении Дона Пипа также значатся торговые центры Богородские Панорама, сервис такси Ситимон, Сергеево-Пасадский мукомольный завод, фермерское хозяйство Шелковка. В России же предпочитает зарабатывать и его сын Егей Асатрин, развивающий главным образом аграрные проекты. С определенного момента Артур Асатрин попытался очистить свое имя и, по крайней мере, публично дистанцироваться от криминала. Для этого он занялся благотворительной деятельностью. В 2007 году он пролоббировал установление в Риме трехметрового хачкара «Камня креста» в память о геноциде армян. В 2012 году создал благотворительный фонд для поддержки образовательных и социальных проектов в Армении и за ее пределами. В 2017 году появилась информация о том, что Дон Пипа приобрел для музея Института геноцида армян уникальные документы из тайного архива Ватикана, однако все его былые заслуги нынешней властью никак не были учтены. Тем более, что глава СНБ Артур Ванецен заявил о существующей угрозе попыток нейтрализации представителей нынешней власти. Понятно, что первое подозрение сразу падает на участников добровольческих отрядов, имеющих боевой опыт и членов преступных группировок. Поэтому в связи с проходящими процессами не стоит, по всей видимости, возвращаться сейчас в Армению и еще одному известному представителю криминального мира вору в законе Андранику Сагаяну, ЗАГ. Напомним, после того как в 2013 году он был заочно приговорен пражским судом к 22 годам лишения свободы за организацию убийства армянского бизнесмена и объявлен в международный розыск защиту, он обрел у себя на родине, где власти решили не выдавать его чехи. По мнению остальных законников, такое покровительство не могло быть безвозмездным и за ПУ пришлось сотрудничать с МВД. У новых же властей к нему могут появиться новые вопросы не может больше надеяться на поддержку. И сочинский авторитетный бизнесмен Рубин Татулин, Робсон, хвастаться знакомством с высшими государственными деятелями Армении и избивающему шлагбаумы своим внедорожникам с армянскими дипломатические номерами Робсону больше не с руки. Особенно в нынешнем положении глубоко уважаемого им Сержа Сарксяна. Видимо, и в данном случае на все его прошлые заслуги внимания никто обращать не станет. Тем более, что, несмотря на его членство в инвестиционном фонде Клуб инвесторов Армении, он находится под американскими санкциями. Минфин США в конце прошлого года причислил его к так называемому братскому кругу международных преступников, поставив в один ряд с ворами в законе Шакра молодым Васей Воскресом, Пичугой, Тюриком и другими. Уже тогда власти Армении открестились от него, сообщив, что если ранее он и был внештатным советником министра иностранных дел Армении, то сейчас таким статусом он не обладает. Тем временем, углубляясь в борьбу с преступностью, правоохранители вышли на людей, связанных с самой верхушкой прежней власти. После генерала Манвела первым в этом списке оказался бывший заместитель начальника службы охраны Сержа Сарксяна Вачаган Казарин, известный также как Сержевский Вача. Во время обысков в принадлежащем ему ночном клубе в столице Армении силовики обнаружили более 1-5 млн долларов наличными. Еще примерно столько же нашли при обыске у него дома. А спустя несколько дней Казарин был задержан на выходе из банка, где он обналичил 1 млн долларов и собирался обналичить еще 3-2 млн. Внятно объяснить происхождение всех этих денег Казарин не смог одновременно с его задержанием. Следственный комитет Армении сообщил об уголовном деле по фактам уклонения от уплаты налогов и преднамеренного банкротства компании ДЖ ильДЖ. Проект компании, принадлежащей родному брату экс-президента Сержа Сарксяна Ливону. В результате ее деятельности бюджет Армении недополучил более 1-5 млн долларов. Позже СНБ провела обыски, и у его сына Нарека Сарксяна. В одной из его квартир следователи обнаружили депозитные соглашения о вкладах в одном из банков на сумму 6-8 млн долларов. Соглашения были заключены во второй половине 2016 года братом президента Армении Ливонным Сарксяном и его дочерью Ани Сарксян. Ливон Сарксян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и должен был представить эту сумму в своих декларациях за год. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от декларации имущества и незаконного обогащения. Спустя несколько недель жилища племянника бывшего президента вновь навестили правоохранители и на этот раз обнаружили уже кое-что посерьезнее оружие, наркотики и похищенные картины. А 25 июня в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан и младший брат Сарксяна Александр, известный как Сашик Сарксян или Сашик 50. Несложно догадаться, откуда пошло такое прозвище у человека, навязчиво предлагавшего свое партнерство любому более-менее удачливому бизнесмену страны. В его компаниях Security Dream и Ellips также прошли обыски. Эти компании также подозреваются в незаконных финансовых операциях. Позже Александра Сарксяна отпустили без предъявления обвинений, а полиция заявила, что он владел оружием на законных основаниях. Однако в Армении уже давно поговаривают о связях Сашика с криминальным миром в частности с Арменом Казаряном, БЗО, через которого брат президента мог выходить на представителей армянской мафии за границей и на российских воров в законе. Ныне член республиканской пари Арташес Гигамян в свою бытность оппозиционерам рассказывал журналистам и про другие криминальные дела брата-экс-президента. В частности, по его словам, газовые заправки, доставшиеся Сашику благодаря Роберту Кочаряну он делил на правительство. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...